Оксана очень бережно обращается с сантехникой с тех пор, как пришлось выложить крупную сумму за услуги мастера. Засалилась канализация, то бишь сток. Где-то пошла, видимо, трещина, труба начала подкапывать. Мы начали затапливать соседей, вызвали сантехника. Пришел сантехник, очень долго объяснял моей пожилой матери, что, конечно, жить сейчас тяжело, всем очень тяжело. Ну, взял с нее полторы тысячи, прочистил и ушел. Другая ситуация, женщина-ветеран войны с батареей тоже до сих пор дождаться она уже в течение трех месяцев не может сантехника с управляющей компанией. Высокие цены и низкое качество обслуживания испытали на себе уже почти все жители дома. О бесплатных услугах здесь уже не вспоминают. Все чаще приглашают частных мастеров. Сегодня в каждой квитанции есть статья о содержании жилья или содержании мест общего пользования. В эту статью расходов как раз и входит поддержание в должном порядке системы горячего, холодного водоснабжения и канализации. Но за что действительно нужно оплатить, а что обязаны делать бесплатно, разобраться может далеко не каждый. Особенно перемонт нужно делать в срочном порядке. Вы оплатили по квитанциям то, что касается тех труб, которые находятся у вас в ванной комнате, в туалете, на кухне, которые называются стояками. Если у вас течь трубы именно по стояку, то вы за это не платите. Если у вас потек, кран, который непосредственно, из которого пользуете воду, то это ваша граница ответственности. И это платные работы. Цены на них устанавливает ваша управляющая компания. Она же заключает договор с ЖЭКом или другой фирмой, которая присылает к вам сантехника. Простая вроде бы схема на практике куда сложнее. Мы позвонили в крупнейшие управляющие компании города и в большинстве из них прайс-лист так и не нашли. А вот в ЖЭУ с ценами нас познакомили куда охотнее. Так, например, от 600 рублей до 1 тысячи обойдется прочистить от затора трубу в ванной. Другие услуги также не отличаются дешевизной. Только за появление сантехника на вашем пороге придется заплатить минимум 100 рублей. Способ сэкономить нашли жители дома на Кипарисово-14. Создали ТСЖ, объединили соседними домами и сами наняли мастера. Теперь любая проблема решается оперативно, качественно и недорого. Все работает. Осмотр у нас делается бесплатно. Цены у нас очень низкие. Прочистка канализации, она бывает от 400 до 150. Отключение стояка у нас 150 рублей. Насколько мне известно, в других компаниях это идет от 250 до 500. Такими ценами похвастаться не могут ни ЖЭУ, ни частные мастера. А все потому, что их главная задача – зарабатывать деньги. Поэтому обывателям остается либо по старинке пополнять чужой карман, либо брать дело в свои руки. Анастасия Базарнова, Максим Малыгин, Сергей Яровой. Вести. Приморье.